МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Демонтаж по закону. Почему в Сарове снесли рекламные конструкции? Когда профессия – это призвание. 2023 год в России – год педагога и наставника. Новое достижение саровских танцоров. Задоринки выступили на танцевальной деревне. Далее расскажем обо всем подробно. Демонтаж по закону. В Сарове снесли уличные рекламные конструкции. В некоторых СМИ сообщили, что сделано это неправомерно и цинично. Мол, демонтируют конструкции с информацией о поддержке СВО, помощи бездомным животным, изображениями президента и батюшки Серафима. В вопросе разбиралась наша съемочная группа. Рекламные конструкции в Сарове должны были демонтировать еще в начале лета. В марте 2022 истек срок договоров на право их размещения и эксплуатации. Напомним, право это выиграли две компании – ООО «Ударник» и ГК-2 «Аякса» в 2017 году. Одним из главных их аргументов в конкурсе была готовность размещать на своих конструкциях 100% социальной рекламы. Предложение по размещению социальной рекламы в процентах от годового объема распространяемой рекламы. Критерий К-2. Предложение участника 100%. Правом этим, к слову, администрация так и не смогла воспользоваться. Когда в 2021 году город решил разместить на конструкциях социальную информацию, ничего не вышло. Переговоры перешли в бесконечную переписку, в результате которой администрация в одностороннем порядке расторгла договор с «Ударником» и двумя «Аяксами». Рекламщики оспорили решение в суде, однако к тому времени истек срок действия договоров. По закону о рекламе в трехдневный срок рекламные компании должны были убрать всю информацию с этих счетов, а через месяц демонтировать их, чтобы мы могли в дальнейшем провести новый конкурс. Мы направляли уведомления, как это у нас установлено. Конечно же, они проигнорировали и не выполнили это требование по демонтажу. Ну и, соответственно, дальше уже не наше право, а наша обязанность. По закону мы должны это демонтировать за свой счет и потом все убытки предъявить этим фирмам, чтобы они их возместили. Администрация объявила аукцион на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций. Его выиграла компания «Мартин», которая снизила стоимость контракта более чем на 70% от начальной цены. Однако обязательств своих подрядчик не выполнил. В итоге на всех рекламных конструкциях продолжала появляться коммерческая информация в нарушении закона о рекламе, что наказывается штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей. По этим фактам в отношении ООО «Ударник» и ГК-2 «Аякса» возбуждены более 20 дел об административных правонарушениях. Город тем временем заключил договор на демонтаж конструкций с другим подрядчиком, который выполнил работы в установленные сроки. О времени демонтажа администрация не единожды предупреждала собственников конструкций. Мы предупреждали неоднократно, этих уведомлений писалось масса. Я уж точно цифру не скажу, но это было даже ни одно, ни два, ни три. Это было много уведомлений, что все, все сроки прошли, мы ездили, составляли акты, что действительно конструкции стоят эксплуатируются, их никто не собирается выбирать. И более того, что они дальше размещают рекламу. Зная о сроках и неизбежности демонтажа рекламных конструкций, их собственники наконец разместили на баннерах социальную информацию о поддержке СВО, помощи бездомным животным, изображение Серафима Саровского. Из моей точки зрения, это очень циничное манипулирование общественным мнением со стороны рекламных агентств, которые владеют этими конструкциями. Зная о том, что будет демонтаж, разместили на нем баннер в поддержку специальной военной операции, в поддержку президента Российской Федерации, тем самым пытаясь, видимо, как-то повлиять на администрацию с точки зрения отложителей и исключить демонтаж этих рекламных конструкций. Но еще раз повторюсь, это очень циничное поведение со стороны бизнеса, попытки отстоять свои коммерческие интересы в первую очередь в этом вопросе. В администрации подчеркнули, они не имеют права оставить незаконные баннеры, чтобы на них не было изображено. Есть требования, которые должны исполняться. Также нет законных оснований принять это имущество на баланс города. Кроме того, пересмотрена схема размещения рекламных конструкций в Сарове. Их станет почти вдвое меньше. Некоторые поменяют место расположения. Мы слышим доводы, что если бы мы опять участвовали, выиграли, мы бы эти конструкции либо сами эксплуатировали на тех же местах, либо передали какому-то новому владельцу. Но мы не можем провести конкурс, если там конструкции стоят. Придет новый владелец, скажет, что такое занято место. И потом их стало в два раза меньше. То есть 20 конструкций все равно так или иначе было нужно снести. Проведи мы этот конкурс, не проведи. Договорились мы там с новыми владельцами, они передали, продали бы. Но 20 конструкций, как ни крути, надо было в любом случае демонтировать. В ближайшее время новую схему расположения рекламных конструкций должны утвердить следующий этап проведения торгов на право их размещения и эксплуатации. В этот раз форму торгов изменили. Если шесть лет назад был конкурс, нынче пройдет аукцион. Изменение формы торгов уже прошло. Городская дума это решение утвердила. То есть форма проведения торгов однозначно будет аукцион. Сроки проведения торгов пока неизвестны. Прямая телефонная линия по вопросам трудоустройства пройдет в полиции Сарова. Все желающие узнают о вакансиях в органах внутренних дел, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях. Телефоны горячей линии 60510 и 60602. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 53%, сообщает Роспотребнадзор. За вторую неделю года в стране зарегистрировано почти 893 тысячи случаев. Это на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей. При этом преобладающими остаются вирусы гриппа – почти 76%. Среди них наиболее распространен свиной. Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40%. По итогам второй недели начавшегося года зарегистрировано чуть больше 31 тысячи случаев. Сквозное движение по трассе М-12 от Тарзамаса до Казани откроют в конце этого года. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Автодор». К этому времени должны быть завершены работы на 168 искусственных сооружениях, в том числе на внеклассных мостах через Суру и Волгу. 2023 по указу президента России год педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников. Труд представителей этой профессии сложно переоценить. Педагоги открывают перед нашими детьми дверь в мир знаний, вдохновляют их на открытие и свершение. У каждого педагога свой почерк, свой стиль преподавания, который он оттачивает долгие годы, считает учитель начальных классов Елена Коваль. В сфере образования она уже 38 лет. За эти годы открыла дорогу в мир знаний многим поколениям юных сыровчан. Первый учитель не просто дает знания, он становится для детей другом, наставником, примером для подражания. Я люблю Елену Алексеевну за то, что она учит не только школьным предметам, но и жизненным ценностям. Она говорит из речения ученых и известных людей. Я люблю своего учителя за то, что она очень понятна и хорошо объясняет на уроках. Она переживает за нас, когда мы болеем, получаем плохие оценки. Обязательно поздравляет нас, даже если у нас день рождения в выходные или в каникулы. Я люблю своего преподавателя за ее доброту. За хороший ответ она нам дает конфеты. Также люблю ее за правильность, ставит нам правильные оценки. Лучшему учительницы нет на свете. Елена Алексеевна – учитель в третьем поколении. Ее дедушка, мама и тети также посвятили себя детям. С самого раннего возраста маленькая Лена наблюдала за работой педагогов. Мама часто брала ее с собой в школу. Потому с выбором будущей профессии вопросов не возникло. Первые годы работы, вспоминает с улыбкой, было немало тревог, волнений, ошибок, которые сейчас кажутся совсем незначительными. Важно научить ребенка самостоятельности, считает Елена Коваль. Вот мое любимое высказывание – истинные знания всегда самостоятельные. То есть если ребенок сам будет добывать эти знания, они у него останутся в голове. А если ребенка не направлять в этом, если он не будет добывать, он получил в готовом виде здания, он их забыл. А вот когда он сам приложил усилия к этому, у него это в голове остается. Учитель сам постоянно развивается, осваивает современные методы обучения, повышает квалификацию. Каждому поколению учеников нужен свой подход, считает Елена Коваль. Работа учителя – кропотливый и тяжелый труд, который по силам немногим. Елена Алексеевна, она замечательный педагог. Вы знаете, наши дети с удовольствием идут в школу, возвращаются с горящими глазами и рассказывают нам о том, чему они научились в школе за день. Вы знаете, мы видим родителей, как наши дети прогрессируют в образовательном процессе. 2023 год объявили годом педагога и наставника. Власти хотят привлечь внимание к этой профессии, повысить ее значимость в обществе. Педагоги получат ряд доплат, которые будут зависеть от их опыта, стажа, навыков и диплома об образовании. Задоринки блеснули на театральной деревне. Несколько дней саровские танцоры посещали мастер-классы и конкурсные показы, разбирались с наставниками постановки. Также Задоринки стали участниками четырех танцевальных конкурсов и получили высокую оценку жюри. Проект «Танцевальный клондайк» коллективу Задоринки уже хорошо знаком. Пять лет они ездят на лабораторию в Фри Дэнс Фэкторе и каждый раз возвращаются с Россыпью Наград. Танцевальная деревня – еще одно мероприятие проекта, и в этом году саровчане решили попробовать свои силы и в нем. Само оно длилось почти неделю, включало в себя четыре чемпионата. И впервые в практике Задоринок выступать перед жюри им приходилось каждый день. Мы были размещены в одном месте, а каждый день к нам приезжали разные организации. То есть это были и всероссийские конкурсы, и международные. Каждый организатор привозил свою команду жюри, свои требования, свои условия. И сложность состояла в том, чтобы станцевать как в первый раз. Но, тем не менее, моя команда справилась больше, чем хорошо. Я так горда и счастлива за свой коллектив. Мы смогли с достоинством представить Дворец творчества Игорь Царов. В результате Задоринки привезли несколько дипломов лауреата в первой степени и несколько наград за призовые места. Кроме того, особо Анна Козловская выделяет персональные и специальные призы от членов жюри. Их каждый вручал один раз от своего имени коллективу, который впечатлил больше всех. Для меня на первом конкурсе важно было получить табличку от Светланы Лутошкиной. Мы уже сотрудничали с ней, и мой коллектив имеет постановки ее авторства. Но заслужить такое внимание, как специальный приз-комплимент, для меня на данный момент это выше всех наград и похвал. На танцевальной деревне впервые Задоринки стали участниками танцевального баттла в рамках дэнс-соло. Весь коллектив переживал и поддерживал девочек, которые вызвались пройти это непростое испытание. В результате Анастасия Равилова заняла третье место, а Арина Макаева стала победителем. Ты выходишь и включаешь любую музыку, и ты должен на ходу придумать движение, импровизировать. Мне это очень нравилось, и танцевала я от души. Баттл мне понравился тем, что ты показываешь, на что ты способен, понимаешь, это твое или не твое, вообще нравится тебе это или нет, но мне очень понравилось. Честно, я сначала переживала, что я не справлюсь, что вылечу на первом круге. В итоге все получилось, и так получилось, что финал зашла и выиграла. Сейчас Задоринки готовятся к муниципальному этапу конкурса «Грани таланта», а весной они вновь поедут на танцевальную лабораторию новой эпохи. День снега 2023. Зимний праздник для всей семьи пройдет на лыжной базе в эти выходные. Саровчане смогут пройти квест, поиграть в футбол в валенках и хоккей с мячом, посетить Стрелецкий снежный городок. Подробности далее. День снега в Сарове – традиционное мероприятие, которое ежегодно собирает тысячи горожан всех возрастов. Каждый раз организаторы готовят насыщенную программу, чтобы все и дети, и взрослые нашли себе занятие по душе. По традиции, ни один день снега не обойдется без конкурса по созданию снежных фигур. В этом году снежные фигуры будут представлены в виде елок, это так называемые арт-елочки, то есть учреждения, образования, детские сады, школы, также все желающие будут строить елочки. Кроме построек снежных фигур пройдут соревнования по брукболу, по зимнему футболу, по хоккею с мячом, также традиционное наше мероприятие – это спуск с горы. Также на дне снега пройдет очередной этап Кубка города и соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов спорта. Для зрителей будут работать игровые площадки от центра внешкольной работы. Можно будет поиграть в керлинг или принять участие в конкурсе «Фэмили Лук», где участникам нужно придумать коллективный семейный образ. Пройдет квест по сюжету мультфильма «Мешок яблок», поэтому будут предложены интересные задания, тоже можно принять участие. Но также заявки принимаются в молодежном центре, можно регистрироваться, и все победители и призеры различных конкурсов будут награждаться призами сладкими. На другие конкурсы также необходимо предварительно зарегистрироваться. Сам день снега пройдет на лыжной базе в воскресенье 22 января. Активности будут доступны с 10 часов, открытие назначено на 11.30. Снежные фигуры горожане будут лепить накануне 21 января. Мероприятие без возрастных ограничений. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА